Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что вот в рамках вашего вопроса можно обратить внимание на несколько деталей. Деталь первая. Сын чувствует, что ему все противостоят. Это первое. То есть, ну вы, мне кажется, уже достаточно пытались, достаточно много делали для того, чтобы направить сына на путь другой. У вас не получилось. Если за 25 лет не получилось, то вряд ли уже получится. Если у вас троих не получилось, то вряд ли получится. Вот. Соответственно, пактику и стратегию в любом случае нужно менять. И менять ее нужно в сторону того, чтобы поддерживать сына, чтобы постараться вникнуть в его точку зрения, в его картину мира. То есть, мы не берем в расчет то, что у него может быть заболевание. Я не думаю, что дистанционно можно ответить на вопрос о том, если у него психическое заболевание или нет. Вот. Я, с своей стороны, патологию не увидел, поэтому говорить не буду. Не буду об этом. То есть, я исхожу из того, что ваш сын психически здоров. Так вот. Значит, раскрыть его позицию. Постараться вникнуть в ее. Постараться отзеркалить ему ее. То есть, чтобы он увидел, как это выглядит со стороны, да? Вот. Чтобы он как-то не в борьбе, а вот именно увидел ответственность за свою позицию. То есть, например, можно в качестве эксперимента попробовать вам действовать так же, как действует сын и так далее. То есть, сыну необходима поддержка. Сыну необходима поддержка, необходимо ощущение, что он не один. Что у него есть единомышленники, что у него есть те, кто с ним согласен, солидарен и всякое такое. У меня есть ощущение, что вот действительно вы, как сказал мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович, что вы сравниваете своего младшего сына со старшим и хотите, чтобы младший был таким же. Дело в том, что это извечная проблема детей. Когда младшие дети, они не хотят быть как старшие. Они понимают, что они не смогут быть как старшие. Они все время вынуждены решать проблему того, что от них ожидают того же, что из того же, что добили старшие, но больше, сильнее. Понимаете? И люди здесь уходят в отказ, протесты, протоворечия. Вот то, что демонстрирует ваш сын, это протесты, это протоворечия. В первую очередь, в первую очередь, это вследствие его глубинных установок, что, например, брат живёт неправильно. Что это, ну, это вызывает агрессию. А агрессию это вызывает только потому, что я не могу этого достичь. А я не могу этого достичь, потому что я должен этого достичь. Из-за того, что я не могу этого достичь, но я должен, я себя наказываю. Ваш сын младший себя наказывает за то, что он не соответствует тем стандартам, которые вы ему, ну, как бы, постановили, скажем так. Или его брат, или его брат это сделал не столь важно. Поэтому очень важно расслабить вашего сына. Очень важно погасить у него напряжение, это постоянное ощущение борьбы. И постараться раскрыть его базис. Понимаете, когда идёт постоянная борьба, человек нацелен только на выживание. Нацеленность на выживание неплохо. То есть это, ну, естественно, да. Нацеленность на защиту. Но, в силу того, что это один из самых примитивных, по сути, инстинктов, да. Это самый, так сказать, главный инстинкт самозахранения, инстинкт выживания. То, скажем так, сознание очень сильно сужается. Очень сильно сужается. И многие вещи, они оказываются просто ненужными. По типу, например, того, что во время войны очень часто оказываются ненужными различные моральные нормы, да. Нравственные нормы, этические нормы. Ненужными оказываются достоинства человека, права человека, ценности его жизни и так далее. То есть всё это объясняется очень просто. Война, выживание, значит, соответственно, враг, опасность нужно победить. Вот все эти вещи отбрасываются. Из-за этого искусственно обращается, ну, как бы, сфера общения между людьми. Социальная сфера, индивидуальная сфера, вот. Все эти искусственно обращаются. И ваш сын, за счет того, что он находится в борьбе, он живет в таком вот упрощенном очень мире. В этом мире ему хорошо. Но это неприспособленная история. Это история, понимаете, загнанного в угол хищника, который опасен. Который может огрызнуть, ну, защищаться, огрызаться. Который на что-то способен. Но единственная цель которого, это себя защитить. Ничего не достичь. Не, как бы, исследовать себя. Не понять себя. Не осознать себя. А достичь. Только достичь выживания. А выживание достичь, в принципе, ну, невозможно. Невозможно. Потому что это делается постоянно. Вот. И, соответственно, ваш сын сделал смыслом в своей жизни выживание. То есть до тех пор, пока на первом месте у него выживание и борьба, я думаю, что особо дело не будет. Сыну необходимо прочувствовать свою позицию. Необходимо исследовать ее, увидеть с разных сторон. Это можно сделать через вас. И тогда, эээ, можно будет рассчитывать на то, что будут какие-то порывы. Эээ, важно, чтобы, эээ, сын чувствовал принятие. То есть вот, именно принятие, что вы его принимаете, что вы его принимаете таким, какой он есть, и что вы не хотите его менять. Вот. Вам, в свою очередь, эээ, нужно отделить, что вы хотите для себя, а что вы хотите для своего сына. То, что вы хотите для себя, не имеет никакого отношения к сыну. То, что вы хотите для сына, эээ, прямо, прямо, эээ, пересекается с тем, что он сам хочет для себя. Эээ, где его, эээ, эээ, желание является определяющим. Эээ, эээ. Потому что если вы хотите вы хотите для сына, а сын хочет что-то другое, ээээ, то, эээ, важно понимать, ээээ. что его желание это более определяюще для него, и даже если они не верны, естественно научение во многом лучше, чем попытка навязывать искусственное научение, которое в принципе всегда вызывает определенный такой протест, определенный негатив и так далее. На этом все, я надеюсь что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи!